Добрый день, друзья! В этом видео я хотел бы поделиться своими мыслями, наработками о том, как можно работать, делать живопись с экрана. С экрана монитора, компьютера, планшета, телефона, даже телевизора. У такого рода живописи, у такого рода работы есть сложности, как переводить цвет, особенно тонкие оттенки с монитора переносить в живопись. Об этом я вам сейчас расскажу. Но есть и решения этих моментов. Сразу же, конечно, оговорюсь, что работа с натурой – это первично, особенно для начинающих. Мы работаем с натурой, с постановкой и так далее. Но часто у нас нет выхода, кроме как работать по фотографии. Не каждая натура будет позировать. Не все состояния природы можно зарисовать быстро. Некоторые состояния настолько мимолетны, что спасают только фотографии и потом работают в мастерской. Так что, вот об этом я поговорю. Работать по фотографии, по просто фотографии, достаточно просто. По отпечатанной фотографии. Поскольку отпечатанные фотографии, наши краски на палитре и на холсте имеют примерно одинаковую физику. То есть мы их видим за счет отраженного света. Более того, когда освещение меняется, меняется экспозиция, светлее или темнее становится, становится свет более холодным, если тень какая-то или солнышко выскочило, более теплое освещение. Все вместе, все три поверхности изменяются одинаково. И мы даже не замечаем это, ведем работу просто. То есть в таких условиях мы не замечаем этих изменений. Экран же отличается, мы видим, то есть экран светится. В этом основная трудность. Он светится, более того, он еще может скакать по своей экспозиции. Об этом я сейчас немножко проговорю, как настраивать оргтехнику. Вот здесь светится все, краски наши не светятся. Здесь у нас экспозиция поменялась или немножко цветовая температура, у нас уже краски и на палитре, и на холсте изменились, свой оттенок, тональность. Здесь же все осталось по-прежнему. Более того, малейшее изменение в неперпендикулярность взгляда. Вот я вставлю сейчас, наверное, тут напротив камеры окно. Может быть, трудно будет показать. Если будут блики, я… да, блики будут, поэтому я вставлю окошко. Как изменяется картинка при… вот я, например, перпендикулярно у нас одно освещение, тональность одна. При легком повороте… вот я буквально на 5 градусов поворачиваю, 10 уже меняется, на 15 меняется, на 30 вообще все становится достаточно темным, а мы… вот смотрите, как правило, мы вот здесь смотрим, я смотрю одним взглядом, я немножко отклонился, у меня, относительно моих глаз, поверхность как бы ушла. То есть 5-10% уже изменения. Соответственно, изменилась тональность изображения, а здесь у нас все одинаково, все тоже осталось. Вот плюс замечено то, что при вот этих отклонениях меняется не только общая тональность, но каждый цвет по-разному. Красные как-то по-своему, зеленые по-своему уходят, что-то ярче становится, что-то совсем тухнет. Вот еще вот такая вот получается такая зыбкость, которая путает нам вот здесь все карты. У нас немножко вот так делалось, у нас раз и уже как-то все рассыпалось, уже трудно точно подобрать оттенок. Вот в этом и заключается основная сложность работы с оргтехникой, то, что вот эти оттенки, они как бы плывучие, зыбкие, мы особо не замечаем. Для нас мозг у нас обрабатывает и так, и так, зеленый он считает и так, и так. Но вот в этих изменчивых условиях, вот разница на палитрах, уже тонкие оттенки нам подбирать будет сложно, поскольку все время вот эта вот такая зыбкость вот этого всего происходящего, повторюсь, как бы путает, ну не карты, но вот это нас немножко путает. Вот. Но работать с экрана вполне возможно, можно достаточно точно подбирать оттенки, пускай не на 100%, поскольку физика разная, это свечение пикселей, здесь мы видим отраженным цветом, но картины получаются достаточно идентичны с экрана, с экрана можно все это добиваться. И главное добиваться собранности, то есть общего единого колорита и цельности в работе, это вполне возможно. Повторюсь, с фотографией с отпечатанной это намного удобнее, но отпечатывать фотографию сложно достаточно, нужно хорошее качество, необычный, конечно же, принтер домашний, он никуда не годится для работы, нужно хорошего качества где-то заказывать отпечатку, причем в большом достаточном размере, а компьютер тем хорош, что ты можешь всегда обработать, что-то поднять, сразу же, буквально в течение, перед работой, в тот же момент ты что-то обработал, обработал у тебя, у тебя уже все готово к работе, тем более если использовать вот такие большие достаточные экраны, вот такие вот советую, хорошие. Я, может быть, не очень разбираюсь в технике, но когда я выбирал на момент выбора вот этих планшетов, вот эти самые лучшие, более современные, и вот это старые, то ли 15-й, то ли 17-й год, я уже даже не помню, что у меня за планшеты, мне их было когда-то много, когда мастер-классы давал, сейчас оставил два у себя, один рабочий, один как раз для работы с экраном. Так я к тому, сейчас не знаю, что изменилось, экраны, что вот этот 15-го года или 17-го, он ничуть не хуже, может быть, в яркости проигрывает, чем новые современные вот эти айпады, чем хороший айпад, по крайней мере, вот это 15-й, 17-й год, у него стоит IPS-матрица, она очень качественная до сих пор, вот на момент создания видео, это 24-й год, до сих пор чрезвычайно хорошее по качеству отображение цветов, они большие, большой размер имеет, вот этот почти 13 дюймов, кстати, сейчас на авито можно недорого вот такой же планшет, там за 25, наверное, тысяч купить, можно и дешевле найти, даже если будет аккумулятор просто, ну, убит или, как это говорится, то есть изношен сильно, ничего страшного, он на зарядке работает, как миленький у вас будет выполнять все свои субфункции, вот. Так вот, смотрите, может быть, что-то сейчас изменилось в технологиях, может появились какие-то экраны, которые не влияют, не меняют тональность от изменения угла, ну, по-моему, нет, вот у меня еще есть, еще есть на других матрицах планшеты, они все меняют в той или иной степени вот эту тональность, изменчивость в цвете и тем самым мешают работе, вот. Так вот, как, я здесь выписал, как избежать всех этих трудностей и как сделать работу более-менее удобной и точной. А, так вот, прежде всего, нам нужно сделать естественные цвета. У айпадов такого рода, у них цвета по умолчанию естественные, то есть, как ты снял фотографию, такое оно и будет. У планшетов на матрицах AMOLED, Super AMOLED, вот такие вот есть, знаете, планшеты Samsung, которые яркие такие, у них сам экран достаточно ярко показывает каждый цвет, плюс еще в настройках, часто бывает, по крайней мере, у телефонов, есть так называемые естественные цвета и яркие цвета, это в настройках можно поискать. Как правило, по умолчанию стоит яркий цвет, в настройках можно отключить, перевести устройство на естественные цвета, ну, тем самым мы, наше изображение будет более-менее натуральным. Но тут стоит оговориться, то, что если вам нравится то, что вы видите на своем экране, на экране своего устройства, пускай яркое будет, пускай какое, если нравится, то и так и пишите, не меняйте ничего, у вас и работа получится плюс-минус такой же яркой и насыщенной. Ну, все-таки советую отключать, потому что эти устройства, они заточены действительно на отображение контента такого веселого, яркого, а живописи это далеко не всегда нужно. Дальше. Потом настройка самой яркости, яркости отображения. Также важно, мы должны настроить работу прежде всего, чтобы белый цвет, вот можно вот так вызвать, белый цвет не был ярче белил, а такое можно. Вот здесь у меня экспозиция большая, достаточно лампы включены, и как бы белило чуть ли не ярче планшета, который выставлен на всю яркость. Но если здесь лампа немножко поменьше будет экспозиция, у нас может и экран быть ярче, чем белило. Да, вот хорошо, что сейчас к слову пришлось. Что еще важно, у нас здесь экран может скакать, сама автояркость, и он тоже обязательно отключать. Знаете, здесь есть датчик освещения, и автояркость может, это тоже в настройках есть, экран смотрит, поменялась экспозиция, темнее стало немножко, он сам автоматически плавненько так потухает. Добавилось свету, яркость возрастает, это точно так же может сбивать абсолютно все наши, все наши вот эти сравнения. Этот пункт обязательно, не за первым делом, я выпишу на экране вот эти вот важные моменты, что нужно сделать. Автояркость мы отключаем, а нас какая-то не должна. Но вот то, что я вспомнил, желательно еще поддержать свое освещение мастерской точно так же какой-нибудь лампы, если вы сидите у окна, освещение у окна, от окна точно так же может очень сильно колебаться в ту или иную сторону, даже в пасмурный день, не говоря уже о солнце, выскочит. То есть, например, планшет у вас одинаково показывает на своей, на какой-то настроенной яркости, а здесь у вас незаметно то ярче, то темнее. Это такая же дисбалансировка происходит тональная между источником, ну, между референсом и работой. Вот. То есть, я советую, если вы работаете у окна, минимум какой-нибудь источник света достаточно яркий у вас должен быть включен, чтобы вот эту яркость, перепады Вася, будь здоров, у меня котенок здесь, нивелирует немножко. Вот. А яркость, это, кстати, она даже в пасмурный день, вот я замерял, ставил на подоконник в пасмурный день прибор, он записывал мне вот эту экспозицию, она очень сильно меняется, это, видимо, зависит от толщины высоты облачного слоя, то пасмурный день, но на самом деле вот эта яркость очень сильно, значительно скачет, то светлее, то темнее, становится в обычный, казалось бы, ровный пасмурный денек. Вот эти два момента нужно учитывать. Фотографии, повторюсь, если ты работаешь с фотографией или какую-то постановку пишешь в мастерской, все вместе, что потемнело, что посветлело, что солнышко выскочило, все три источника, натура или фотография работы и палитра в одинаковых условиях находятся, и, соответственно, работать несложно, то есть эти моменты не учитываются. А вот эти вот моменты нужно учитывать. Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, дальше. Яркость, автояркость, естественные цвета. Перпендикуляр. Ну, это вот то, о чем я начал говорить. Это максимально нужно учитывать. Так что позаботьтесь, чтобы перпендикулярность, когда, по крайней мере, вы сравниваете цвета, чтобы вы не скакали туда-сюда, а на каком-то одном расстоянии, на каком-то… то есть поставили перпендикуляр, или как вы поставили компьютер свой, или телефон, и на этом расстоянии и сравнивайте цвета. Не отходите, не подходите, потому что будет меняться именно незаметно вот эта вот тональность и искажение оттенков цвета. Да, что еще важно? Экран голубит. Где бы показать? Ну, вот смотрите, вот здесь стена теплая, видно, наверное. Стена теплая, бежевая немножко. Сам экран даже на контрасте, да и без контраста. Вот если белило взять или белую бумагу, мы увидим прекрасно, что… А белило титановое, они даже считаются у художников холодными. Что экран имеет такой голубовато-зеленый оттенок. Если… Вот это моя собачка тут. Вот если в работе, в фотографии много светлых оттенков, много, они светлые, желательно все белило немножко окрасить голубым цветом. Ультрамарином, там что-нибудь еще, там берлинская лазурь тоже хорошо, она как раз вот этот такой зеленовато-синий цвет имеет. Окрасить полностью, немножко. Вы тогда не будете каждый раз подгонять, когда работаете со светлыми оттенками, вот этот голубовато-оттенок. Если в работе… Вот, кстати, даже здесь он чувствуется, вот этот, казалось бы, теплый снимок, но вот тут вот чувствуется, что это немножко-немножко, да, он с таким… Ну, чувствуете серовато-голубой оттенок. Вот, относительно белило. Будьте у вас окрашены уже белило в этот цвет, уже не пришлось бы каждый раз немножко делать вот эту подгонку. Вот. Что еще я должен сказать? Кстати, фотографии советую сразу понижать контрастность. Об этом, может, целое видео как-нибудь сниму, как готовить фотографию под живопись. Что важно. Ну, коротко скажу, что фотография не любит… Точнее, фотография-то как раз-таки любит контрасты, от светлого к темному. А качественный экран, вот, например, как эти айпады, они могут дать цвет от конкретно черного, то есть буквально вот у меня черная краска, вот, если что-то видно, не видно. По сути, вот видите, она растворяется. То есть экран дает практически черный цвет и белое. При нормальном освещении, может быть, не таком ярком, у нас белый экран догонит белило. То есть тональный диапазон очень большой у качественных экранов. Так вот, фотография любит контрасты, поскольку прям свет чувствуется, солнечный там какой угодно, вот эта контрастность. Живопись не очень любит такие контрасты. По крайней мере, обычная живопись, не очень жесткая, такие жесткости не любит. Имейте это в виду, старайтесь работать, по крайней мере, да, и черные тоже. Ну, просаживайтесь, они черными, черными, очень темные будут, если вы напишите в светлой мастерской картину вот так вот, будет нормально. Но потухнет свет немножко в обычной экспозиции в комнате или в мастерской, вот эти тени останутся очень черными, белое будет, останется разбилкой. Белое, кстати, старайтесь тоже очень важно не поднимать, если в работе очень много светлых, не подгоняйте их под белильность. Какая бы вам фотография ни была, старайтесь немножко обработать, чтобы белое не было таким белым. Вы, наверное, замечали то, что работа профессиональных художников, белое окажется белым, если присмотреться с анализом, белое окажется серым, достаточно темным. Если белую бумажку приложить, серого ходил на выставку пару лет назад, я с бумажкой ходил и прикладывал, я удивлялся, как мало белого, ну, практически нет белого у художника в работах. Все какие-то серые, серые. Почему так? Потому что на пониженной тональности можно показать большую игру оттенков. Может быть, кто-то знает систему Манселла. Посмотрите, почитайте, очень интересная система. Она чем интересна? Ну, то, что, прежде всего, то, что каждому цвету, оттенку можно придать цифровое значение, но это не очень интересно. А вот то, что он представил весь цвет в 3D-объеме. Он просто показал, как его увидеть цвет. Мы видим, что на верхних, на самых светлых оттенках мало цвета, мало. Человек может видеть своим зрением очень мало оттенков. Уже немножко на пониженных тональностях уже оттенков больше, на средних максимально большее количество оттенков. И обратная картина с понижением тона, чем темнее становится, так же все меньше и меньше человеческий глаз замечает цветовых различий, насыщенностей. На средних уровнях больше всего. Так что, вот, это такой момент, который вы имейте в виду. Как-нибудь я про это сниму видео. Вот, ну, кажется, все то, что я хотел сказать. Сейчас я вам покажу, как подбирать цвет, собственно. За время работы, вот тоже бумажку я подготовил, за время работы, за время преподавания я выработал систему, как подбирать цвет, алгоритм. Ученики очень сильно путаются в этом. Ты спросишь ученика, как вы подбираете цвет. И человек не может сказать логично. Он берет, ну, вот что-то похоже, похоже, похоже. И вот, кроме слова похоже, ничего такого нет. Дальше какое-то облако. Облако из чего-то человек не может выразить, то, что он, как он это делает. Хотя и подбирать может очень хорошо. Вот. Но я к тому, что можно, особенно для начинающих полезно, закрепить систему подбора цвета. Алгоритм. Цвет, вы знаете, любой оттенок состоит из три параметра у него. Цвет, собственно, его насыщенность и его тональность, ну, это темное и светлое. Вот эти вот три параметра. Есть еще небольшие параметры тонкости, там, объем в масляной живописи, они тоже по-разному сочетаются. По размеру пятна, маленькое желтое и большое желтое. В картине они по-разному два цвета смотрятся абсолютно. Особенно на контрастных, рядом с контрастными цветами. Но это тонкости. Вот эти три главных цвета. Цвет, насыщенность, тон. Вот. Сейчас я покажу вам на примере своих мастер-классов, уроков. Вот. Я снял целую серию простых уроков. Их нет на Ютубе, они у меня на Бусте, но они совершенно недорогие. Там настолько демократичны. Цены от 200 рублей, 250, по-моему, за полноценный урок, до... Один урок, там, по-моему, 600 рублей. А так они все по 200 рублей. Вот. Уроки двухчасовые в среднем максимально простые на самый начальный уровень, может, чуть-чуть выше начального уровня. Чем они интересны? Вот. О чем, собственно, как вот эти... Как... Там есть способ, как избежать тех трудностей, о которых я вам говорил только что. Работа через белое. То есть эти работы... Сейчас я покрупнее покажу вам. Сопровождаются вот таким вот подбором краски, нужного оттенка, который мы ищем, искомый цвет, базовый цвет, относительно белого. Тут дело в чем. Сам принцип. При любых изменениях освещения, даже при изменениях вот этих вот тональных изменений, вот эта пара остается стабильной. То есть вот этот цвет относится к этому стабильно. Как бы ты ни крутил вот это устройство, как бы оно немножко не потухло, или здесь у нас экспозиция не повысилась. То же самое здесь. То, что мы создаем на палитре относительно белого, у нас стабильно. Вот. Белое испокон веков, ну не испокон веков, но издревле, так скажем, у художников является своеобразным эталоном, как бы якорем таким вот, особенно касаемо светлых оттенков, эталоном, рядом с которым мы хорошо считываем оттенки, тональности, и самое главное, оттенки цветовые. К белому всегда понятно, вот это абсолютно очень сложный цвет, не знаю, как камера берет, казалось бы, серый, но рядом с этим мы видим, что это скорее фиолетовый. В основе лежит фиолетовый, очень-очень со слабой насыщенностью, но фиолетовый, практически серый, практически без оттенков фиолетовый. Вот. В окружении палитры, в окружении работы, не будь тот белого, мы бы не очень и поняли, что это, мы могли бы там, может это голубой, может серый, может там розовый какой-то, но это скорее фиолетовый, когда с белым мы сличаем быстрее этот оттенок. Точно так же мы, да, нужно сказать, а в окружении других красок мы, поскольку знаете, слышали каждый из вас, цветовой контраст, цвета, очень сильные, соседние цвета, и чем ярче соседний какой-то цвет, особенно дополнительные цвета, тем больше они влияют на оттенок, оттенок на палитре, на работе, или же в образце, который бы мы там смотрели, ну, где-то искали бы какой-то оттенок, тем больше один цвет влияет на другой, красный влияет, например, на зеленый, и так далее, если не рядышком. И точно так же путают нам карты, сбивают вот эту вот тонкую настройку. Как только мы абстрагируемся от вот этих соседних каких-то влияний, а работаем через белое, именно абстрагироваться нужно, мы тогда видим первое, что за цвет в базе, видим его насыщенность, и даже считываем его тональность. Видим, что вот этот тон, он где-то выше среднего. Вот еще Шишкин, я вот во многих уроках говорил про это часто, и ученикам своим, по-моему, не ученикам, а советовал белый лист бумаги прикреплять, если ты пейзаж пишешь, или тюрьморт, постановка какой-то, ставить белое. Он сам, насколько где-то читал, то, что он на этюды ходил с листом белой бумаги, который прикреплял, например, к дереву, и относительно этого белого сравнил вот эти вот оттенки. Этот белый лист бумаги точно так же был подвержен световым колебаниям, рефлексам и так далее. Если там, например, солнце выскочит, повторюсь уже, все теплеет, вечереет, опять же в тепло уходит, но вот эта пара, с которой он ты сравниваешь, она всегда стабильна. Не знаю, как это работает, но в принципе это работает. Замечено, что когда ты сравниваешь не напрямую оттенки, а как бы еще проверяешь через белое, работать становится легче, и оттенки подбираются более точными. Так вот, как работать через белое с экрана на примере моих уроков. Какой-нибудь мод цвет интересный. Потерялся. Не обязательно. На основе моих уроков любая фотография. Главное выработать вот эту привычку работать через белое. Там, чтобы белое что-то было. И здесь вот эту привычку выработать, встречать тонкие оттенки с белым. То есть и напрямую, конечно же, сравнивать краски между собой, но и через белое проверять. Вот, например, через белое... Так, сейчас, ну это простой цвет. Какой-нибудь... Вот, достаточно сложный цвет. Останавливаем видео. Я проговариваю, конечно, какие краски я беру, но можно и так просто. Делать паузу и анализировать цвет на основе вот этой пары. Итак, что мы видим? Вот этот цвет, прежде всего, вспоминаем вот этот алгоритм. Цвет, проще всего с него начинать, с анализа, вычленять сам цвет. Цвет коричневый, это просто. Насыщенность слабая, то есть мы цвета делим сразу на две категории, сильные и слабые. Слабые цвета, это малонасыщенные, в котором априори есть белило. Белило или черная краска, ну, в данном случае белило. Белило, а хроматика, они сразу понижают насыщенность любого цвета. Вот, например, такой я возьму марс-оранжевый, ну, что-нибудь там, вот, оранжевого возьму. Это у нас получится очень сильный цвет, чуть ли не максимально сильный цвет в своем сегменте, в сегменте цветов. а введя сюда белило, даже небольшое количество, краска становится светлее и намного слабее. Чем больше белил, чем больше ахроматика, тем слабее цвет. Вот. Кстати, это хорошо вспомнил, сильные краски, такие как белило, сильные, я имею в виду, кровящие, которые, пигмент очень кровящий, желательно раздавливать по палитре, чтобы при тонком подборе цвета не захватывать много и чтобы наша кучка все не росла, не росла. То же самое касается черной, там, ФЦ какой-нибудь, если есть, вот у меня тут фиолетовая какая-то, желательно раздавливать вот так вот по палитре. Так вот, коричневый берем, ну, сразу берем, первое из того, что у нас есть, не обязательно такое большое количество красок, можно меньше, можно больше, мне важно. Вообще, можно полноценные работы вести, так, я вот сюда, чтобы ближе вам сравнивать, полноценную работу вести, там, тремя-пятью красками, но это не очень удобно. Можно, например, взять лимонные, больше всего, кстати, оттенков, немножко в сторону уведу, просто не к чему больше прицепить такую информацию, здесь она как бы уместна. Кадмии лимонные дает в сочетании, кадмии лимонные, кроплак, розовый или красный, светлый ультрамарин, ну и белило. Понятно, что вот эти краски дадут, покроют чуть ли не 90% всех красок природы, всех красок, и коричневые создадут, но не даром у художника есть и другие цвета, чтобы нам легче было не вот эти тонкие оттенки из трех цветов собирать, это действительно достаточно трудоемко, а брать просто первопопавшиеся из арсенала. В данном случае берем коричневый, это, по-моему, у меня умрожженое. Раздавливаю сразу, да, ну вот, то есть умрожженое, сразу на автомате белило беру, поскольку это насыщенность, слабая тональность, ну, выше немножко среднего, и подгоняю. Вот здесь я уже сразу сличаю вот эту тональную разницу, здесь вот эту. И оттенок, сам оттенок, кстати, почему здесь нарисована стрелочка, то есть круг, как бы. Мы ходим, смотрите, вот алгоритм какой, сейчас медленно и вдумчиво. Мы определились с цветом, это коричневый, насыщенность слабая, тональность выше среднего, и потом, когда мы вот эту примерно сделали, мы опять возвращаемся к цвету и смотрим, какой у этого цвета именно оттенок, опять же, цвет. В данном случае я вижу немножко красного, что ли, розоватого добавить. В качестве красного можно насыщенную краску, можно английскую красную попробовать. Да, вот английская также у нас кроющая достаточно, активная краска поменьше, не раздавливаем. Кстати, смотрите, вот когда мешаете краске, я замечал у учеников привычка, да и у меня такая же часто бывает, не попали в цвет, и мы все больше и больше накармливаем вот эту смесь, в нужную сторону толкаем, 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 пока у нас вот такая вот куча не все краски израсходовались, и все равно мы не попали в этот цвет. Знаете, такое бывает. Проще, если вы не попали, чтобы кучка эта не росла, чтобы какая-то разумная экономия краски была, частично взять, куда-нибудь отложить вот этот цвет, он все равно пригодится, он в работе пригодится, ополовинить, так сказать, а уже вот эту часть уже подгонять под в нужную сторону. Работать с экрана, смотрите, при работе с экрана я читал форумы иностранные, там, ну, вроде как, посильнее меня художники пишут о том, что практически невозможно один в один взять цвет. Один какой-то можно, соседний будет отличаться, вот такая вот немножко разноголосится, но это пишут такие цветовики, которые, портреты пишут, которые действительно, вот эти оттенки, их сложно брать, сложно, тончайшие оттенки, но в живописи более простой, такой более, где не нужна фотореализма или гиперреализма, ну, те художники, они гиперреализмом занимаются, нам достаточно попадания 90-95%, уже 100% даже и не нужно. Вы потратите много сил, много красок, потратите силы, прежде всего, вот этот свой золотой час, когда вам нужно собрать несколько базовых цветов у работы, их всего лишь несколько. В такой, ну, несложной работе здесь, ну, знаете, в пейзаже это пару, два-три оттенка в небе, набрать потом цвет, например, того же дерева, тень, свет или полутень, три цвета у дерева, цвет травы, цвет земли, цвет еще какой-то и все. Вот эти базовых, если мы набрали верно, вдумчиво, несколько вот этих красок, дальше работа между собой идет как по нотам, мы уже не в состоянии куда-то вывалиться, иначе каждая неправильная краска будет как фальшивая нота очень заметна. Даже у неопытного художника он спокойно поймет, что он что-то не то делает. Так вот, не нужно тратить все силы на тончайшую подгонку, на такую абсолютную подгонку. Это не всегда нужно, вот, а процентов 95 вполне достаточно. Тональность, цвет, насыщенность подобрать, и дальше уже между ними сработает. Тут главное, даже если она отличается, будет от цвета экрана, от вот этих красок, от свечения экрана, главное, чтобы работа сама по себе, в себе была цельной, гармоничной, собранной. Вот это самое главное. Это так называемая работа отношений, когда ты с природы берешь, ну, примерно то же самое. Ты берешь, ты не в состоянии взять вот этот светящий цвет, но мы берем вот эти отношения. Вот, белило можно поближе немножко, чтобы вот эту разницу близко считывать. На таком расстоянии не очень удобно. Это я сместил вот сюда, в правую сторону, обычно я вот здесь вот рядом с белилами всегда сравниваю, но тут, чтобы видеть было. Я сейчас вижу камеру немножко у вас под другим углом, но в принципе, вот у меня все нормально. Вот это и есть. Базовый хороший цвет, который соответствует и по тону, и по насыщенности, и по цветовому оттенку. Я его вижу здесь один в один, на камере, вот я сейчас через окошко камеры смотрю, он чуть-чуть отличается. Ну, как известно, матрица камеры по-другому берет матрицу экрана, всегда искажает. Глазами ты видишь одно, камера по-другому немножко. Так что, может, не ругайтесь за кажущиеся искажения, на самом деле, цвета вот эти одинаковые, плюс-минус процентов 95. Так, Так, какой-нибудь посильнее цвет. Вот тут мелькнул, интересно. Вот. Вот интересный цвет. Пара вот такая. Так, определяемся. Цвет зеленый. Что у нас зеленого? Ну, тут вот здесь у меня в качестве зеленого окись хрома. Не окись хрома, это оливковая. Цвет насыщенный. Белил нет, значит, на автомате белила не добавляем. Тональность средняя, плюс-минус средняя. Потом обратно по кругу возвращаемся. Цвет. Видим цвет, разницу. Здесь напрямую сравниваем между собой. В желтую сторону просится. Берем что-то желтое. Даже желто-оранжевое. Вот что-нибудь вот такое. Вот такое, если темнее, можно даже и марсом оранжевым. Кстати, про количество пигментов в красках. Чем меньше количество пигментов в вашей смеси, тем лучше. Слабые цвета, конечно же, можно делать, хоть ты всю палитру перемешай, все равно у тебя слабый цвет получится и нормально будет. Но это не очень хорошо с точки зрения химической стойкости смеси. Разные пигменты, это разные химические вещества в масле всякие, там кадмии, кобальты, земляные краски, окислы всякие. Они могут быть между собой давать какую-то реакцию и часто смеси могут просто тускнеть. Тускнеть, чернеть даже некоторые. Но это в редких случаях, но такое бывает. Есть даже пары, которые, карплаки, например, ультрамарины нельзя мешать между собой. Неполитанские краски не все любят смесевые добавления в себя каких-то пигментов. Имейте это в виду. То же самое про насыщенные краски. Тоже, если мы сейчас будем того-того набирать, незаметно будет просаживаться насыщенность. То есть стараемся, вот я сейчас зря, наверное, вот этот кадмии взял, достаточно было, может быть, оранжевого и немножко марса-оранжевого взять в смеси. и было бы примерно плюс-минус то же самое. То есть старайтесь минимальным количеством пигментов брать смесь. Так, сличаем вот эту разницу, проверяем. Для работы нормально годится вот эта разница. Можно чуть точнее, конечно, сделать, но вот это у меня. В принципе, кстати, чем хороши планшеты, можно вот такие. Здесь нет наружных каких-то отверстий, можно спокойно по планшету и дальше его потом протереть после работы, они совершенно не боятся красок. В общем, вот так это работает. То есть очень рекомендую рассматривать свою палитру. Кто уже давно работает, советую все-таки перестроиться на сравнение, кто начинает именно вот это закрепить, систему сравнения, то есть рассматривать палитру как набор эталонов. Белый — это белый, эталон белого, с ним сравниваем, к нему не приближаемся по тону. Темное, черное — это темный эталон, к нему тоже не стоит приближаться, если не хотите очень контрастные живописи. А это яркие краски, это эталоны насыщенности. К ним также без нужды лучше не приближаться, ну, по крайней мере, если работа ваша не что-то такое яркое предполагает, насыщенное. Вот. Анализируем работу, анализируем натуру, смотрим, действительно ли так ярко, сравниваем через цветные вот эти приближения, приближается ли этот цвет искомок действительно к яркому. Вот. И так станет легче работать. Легче. не то, что с экрана, это само собой с экрана немножко облегчает работу, но и вообще, вообще просто работать, это палитра и вот эта смесь, это полноценный инструмент, инструмент сравнений. А живопись, весь процесс живописи, это постоянный процесс сравнения. Вот. Переходите на мой Бусти канал не только за уроками, там полно информации, кроме вот этих видеоуроков, там видеосюжеты с советами, много полезного, там много этих сюжетов, будет еще больше, я не забрасываю этот ресурс, то есть все время вот эта библиотека видеосюжетов будет пополняться. Посмотрите. Не обязательно подписываться на длительный срок, просто зайдите за 200 рублей на месяц, вы просмотрите всю эту информацию спокойно за течение месяца. Не бойтесь работать с фотографией. С фотографией художники работали чуть ли не с момента появления фотографий практически всех. Кто-то пробовал, кто-то активно работает, кто-то... Сейчас вообще очень многие работают с минусом техники, с компьютеров. Фотография тема хороша. Она может быть прекрасным помощником в создании полноценного произведения искусства, произведения живописи, запечатлеть какое-то мимолетное явление, которое нельзя сделать с постановкой. Но, повторюсь, всегда нужно ставить... Нам не нужна вторая фотография. Ну, если она хорошая фотография, можно и вторую фотографию, если цвета, краски хорошие. Можно форму поменять, можно мазок по-другому прокладывать. А работать с цветом желательно с ним работать. Об этом я сделаю видео как-нибудь... Это несложно. У этого тоже есть алгоритм. Как цвет переводить в живописный цвет. Не пропустите. Это видео будет. Это видео серьезно это нужно. Ну, сделаю. Все, наверное. То, что забыл, я напишу текстом на видео. На сегодня, пожалуй, все. Работайте продуктивно, работайте на результат. Хорошего дня. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...